Память вечно. Светлана Бирюлина, участница бессмертного полка, готова часами рассказывать о подвиге того, чью фотографию с особой гордостью держит в руках. Ее прадедушка Николай Михайлович Пирогов во время Великой Отечественной войны был матросом и с 1942 по 1945 годы воевал вблизи Ленинграда. Домой вернулся только в 1946. Это память, это останется, ну, у меня осталась память, то есть я ее передам своим детям, там, они своим детям, ну и по поколениям. Мой прапрадед, он герой Советского Союза, я им очень горжусь. Он воевал за Днепр и убил очень много немцев. Ветераны дали жизнь. Если бы не они, нас бы не было, они нам дали мирное небо над головой. В день Великой Победы внуки и правнуки солдат выходят на улицы города с портретами своих героев, чтобы вписать их имена в живую историю нашей страны. Встать в ряды бессмертного полка может каждый нижегородец. Для этого необходимо изготовить портрет своего ветерана и прийти на построение. Место и время сбора участников можно узнать по телефону или на сайте в интернете. Контакты на экране. К слову, принять участие в акции «Бессмертный полк» планирует и член Нижегородского полицовета «Единой России» Артем Кавинов. У меня оба деда, к счастью, живыми, но с большими ранениями вернулись на родину после войны. Батя моего отца, Кавинов Федор Антонович, был кавалер трех родинов славы. Был для меня всю жизнь примером. И, конечно, я крайне рад тому, что они снова вместе с нами смогут пройти вот в этом параде героев. По словам Артема Кавинова, тем, у кого нет финансовой возможности распечатать фотографии героев, сражавшиеся годы Великой Отечественной войны, помогут. Для этого необходимо обратиться в Управление социальной защиты района по месту жительства, представить паспорт и фотографию, которая будет принимать участие в параде «Бессмертного полка». То, что вот возможность Артем Александрович озвучил через Министерство социальной политики сделать фотографии своих ветеранов, это тоже очень хороший момент и важный. Я считаю, что люди с такими убеждениями, они являются достойными кандидатами для того, чтобы оказаться в Государственной Думе. Как сообщили в Нижегородском оргкомитете партии, если пользоваться вузовской терминологией, конкурс на кресло депутатов Госдумы состоял аж 11 человек на место. Среди участников представители всех возрастных групп бюджетной сферы, предпринимательского сообщества, промышленности и сельского хозяйства. Это только подтверждает тот факт, что процесс открытый, процесс сориентирован на максимальное привлечение для участия в этой процедуре максимального количества людей, которые желают или считают возможным представлять интересы населения, которые за ними стоит в Государственной Думе Российской Федерации.